всем привет дорогие друзья с вами я ура кун и сегодня у нас будет прогулка по парку пока готовится выпуск про общественные телефоны японии я решил чтобы не было больших пауз на канале решил снять видео сегодня у нас будет прогулка в парке постараемся отыскать цикад и даже вечером я сюда приеду и мы посмотрим какая здесь жизнь просыпается ночью как цикады перерождают из личинок в настоящих уже полноценных цикад все мы сегодня это с вами увидим я вот приехал сейчас я обратил внимание на горизонте такие красивые облака вообще шикарные я раньше смотрел японские аниме и немножечко думал что авторы аниме немножечко скажем загибают палку рисуя такие облака они действительно вживую такие с такими четкими границами это вот знаете как какой-то хлопок вата вообще красота да но сегодня мы полюбуемся с вами не облаками и не вот этим рисовыми полями которые уже выросли практически по пояс уже вот у нас колоссе появились еще такие мягкие семечки прям совсем совсем молоденькие но уже прям вот большие так друзья жара у нас стоит японии очень сильная мало того градусов 36 37 очень высокая влажность от этого просто духотища стоит аж дышать тяжело воздух тяжелый так слышите да квакают лягушки с крыльями так я не обещаю вам что мы сегодня их найдем я даже бы хотел поймать указать вам уже их взрослых цикад вода тема цикад на моем канале не новая в прошлом году я снимал там на аллее рядом с речкой и снимал даже ночью все процессы рождения сидел там меня грызли комары я снимал эти видео вот но сегодня мы так немножечко в таком без подробностей постараемся отыскать сейчас их а ночью полюбуемся личинками как они выползают из земли да это вообще очень интересное мероприятие сейчас смотришь все сухая земля никого нету все стволы деревьев абсолютно чистые на них никого нет а ночью здесь все оживает да интересно давайте на этом дереве постараемся отыскать кого-то уход здесь прям вообще видите очень много деревьев сакуры и тут очень много цикад нежком звон в ушах стоит я надеюсь на видео это тоже очень хорошо передаться обычно цикады сидят вообще где угодно где попало они могут даже вот просто где-то вот здесь внизу сидеть наверху на ветках на всяких лавочках короче как им голову вбредет там и сядут так вот прям слышно как они где-то рядом так ну давайте ладно полюбуемся с вами личинками то есть сегодня мы тоже это понаблюдаем живую вечером личинки выползают из земли и начинают скарабкиваться по стволам деревьев потом они выбирают удобное для себя место для того чтобы из личинки переродиться уже во взрослую цикаду вот мы видим здесь вот было целых две личинки они оставили свои панцири так сказать здесь вот 3 здесь вот еще у нас есть это все уже просто сухие панцири вот они видите как их много и тут везде 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 полно кстати некоторые японцы собирают их и продают не знаю для чего но чем это интересно и в таких целях их используют я даже не знаю так а здесь у нас уже вот аджесай отцвел да интересно я думал будет немножечко попроще отпускать цикаду я помню в прошлом году здесь вообще все было усыпано ими может быть сейчас еще не такой сезон и их еще не так много потому что буквально только две недели назад начались все вот эти вот завывания эти песни до этого прям вообще тишина была ухты вот это здесь звон стоит так ну давайте еще раз попробуем заход сделать и кого-нибудь здесь отыскать ну ладно мы с вами сейчас пойдем хотя бы на рыб посмотрим но ночью сегодня мы точно полюбуемся цикадами я уверен кого-нибудь да мы найдем бабочки огромные какие летают да я помню когда впервые приехал в японию вот этот заборчик он был весь еще но старый тоже но был целым сейчас уже прям все развалился бамбук весь высох давайте мы попробуем сюда зайти о я слышу 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 очень близко а вот она прям над головой меня да жалко немножко высоко я бы так сейчас рукой поймал бы ее и показал бы вам а ну вот кстати вот одна цикада сидит но она очень маленькая вот видите вот все улетела но это маленький вид обычно стандартные цикады два раза больше так а здесь у нас обитают очень большие карпы вот тут они на мелководье плавают вот они вот они вот они и здоровые ребятки у меня нечем покормить вас хлебушка я не взял их тут так много здесь вот рогоз прям все заросло класс и вот смотрите ух ты да тихо тихо ребятки вы че тут пугаетесь посмотрите вот какие облака красивые а вот кстати вид цикады послушайте как заливается очень красиво да как птичка какая-то даже мне показалось что она прямо где-то совсем совсем здесь сидит ну вот она почувствовала мое присутствие и сразу замолчала так ну что ждем тогда когда станет темно наступит ночь и мы с вами отыщем отыщем личинок и посмотрим на них итак друзья ну что дождались мы темноты я вернулся сюда сейчас не сильно поздно около 9 часов вечера но не все еще цикады спят кое-где слышно еще они жужжат звенят и буквально сейчас я только что подошел к этому дереву на меня сверху упала уже цикада так сказать в предсмертных конгульсиях когда цикады умирают вообще очень медленно их потом за это даже прозвали бомбами они падают лежат как будто бы мертвые но когда мимо проходит человек они вскакивают с таким вот этим вот стрекотом это что-то вообще-то правда это очень пугает это очень неожиданно и вот буквально сейчас она упала где-то здесь вот она лежит теперь мы ее точно разглядим сейчас я ее постараюсь поймать ага все вот она надеюсь хорошо видно слышите как она жужжит но я прижимаю ее руками и не даю ей так сильно громко стрекотать но по-видимому она уже умирает поэтому вот так просто она упала уже сейчас попробуем ее отпустить ух ты она села прямо на меня вот видите она уже бьется в разные как говорится стороны видите все ее уже полет полет скажем так неконтролируемый вот бедолага но все видимо свою миссию она отыграла в этом мире ну давайте попробуем ее сюда посадить на дерево видите как застрекотало кстати более подробный выпуск о цикадах я уже снимал так что в истории канала можете пройти посмотреть ооо вот о чем я и говорил но кстати друзья видите вот там еще в темноте маленькие такие светлички бегают это в общем родители со своими детьми также приезжают и вон они с фонариками разыскивают цикад они с детьми прям с маленькими и это очень забавное зрелище ооо смотрите ребята это у нас змея вот такой вот маленький это у нас ну то ли уж то ли полос я если честно скажу точнее если честно я не скажу вам я в японских змеях не разбираюсь да вот такая вот здесь протекает ночью жизнь очень интересно да но вообще цикады они ночью засыпают и спят ну вот кое-какие еще более активные слышно еще стрекочат ну буквально пройдет сейчас еще пару часов и эти цикады тоже стихнут вот ребята я нашел здесь у нас новая цикада смотрите она только-только что родилась вышла она родилась из вот этой личинки личинок мы с вами тоже сейчас я надеюсь разыщем вот она сейчас сидит и просушивает крылья да конечно здесь у меня свет может быть яркий может быть вот так наверное да хорошо быть видно да вот новая испеченная цикада завтра уже будет жужжать вовсю так отлично сразу у нас находки какие интересные в мире животных и змею нашли и сумасшедшую цикаду и но новую цикаду так но мы с вами на этом не остановимся вот слышите жужжат знаете когда прошлом году снимал выпуск про цикад я ухта это кто у нас а это у нас кузнечик это кузнечик у нас линяет вы посмотрите тоже какая картина интересная ухты вообще класс вот это я первый раз вижу но он даже не линяет а он а ну да линяет линяет то есть видите у него сверху лапки и вот новые вышли уже из тех лапок и вот сейчас усики у него там выходит уже вот это да вот о чем я и вам говорил что здесь ночью вообще совсем другая жизнь вот вы посмотрите кого я тут же сейчас сразу нашел вот она цикада вот так вот она выглядит в виде личинки вот эта личинка сейчас вылезла из земли давайте ей поможем сейчас я так все положу вот видите и вот она будет ползти 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 пока не найдет возвышенность она неуклюжая вообще представляете сейчас внутри этой личинки там сложены крылья осторожно так мы сейчас вот сюда и на дерево посадим немножко поможем ей давай карабкать вот и все завтра утром это цикада уже будет летать и стрекотать вот у нас смотрите какая красота так сейчас немножко уберу свет чтобы хорошо было видно вот слушайте это прям но какое-то лицо похоже вы не находите да слушайте прям жутковат да ладно я шучу но правда на лицо похоже да такие смотрите глаза рот все вот эта цикада ну это уже прямо крепло такие уже крепкие крылья у нее она тут может уже часика висит да ну вот за ночь они становятся уже крепкими крепкими и прям темнеют вот сейчас она такая бледно-зеленая а завтра утром она уже будет такая темно-коричневая вот как вначале упала на меня сверху вот смотрите ребят сейчас туда еще залезу я нашел еще цикаду которая прям еще вот в процессе вылупляется надеюсь хорошо видно она прям еще вообще вся сложенная крылья еще не расправила да вот такая вот здесь жизнь да еще вдобавок здесь кучу всяких мокриц кучу комаров да но для детей это однозначно очень интересно во первых во вторых это развивает ребенка то очень познавательное увлечение так давайте мы с вами выберем сейчас вот сюда и прогуляемся прям под самими деревьями сакуры вот здесь должно быть их побольше потому что я не знаю почему но цикады как-то больше всего любят деревья сакуры а вот пожалуйста я был прав а тут у нас вообще целый инсектарий и друзья так с кого вы начать ну во первых вот там у нас цикады видите по листику карабкается скорее всего она сейчас здесь уже остановится и будет лопаться ее панцирь и она будет выбираться вот здесь у нас одна висит уже вылезла наружу сидит сушит крылья потом следующий у нас вот забрался сейчас свет немножко притушу вот на крае веточки забралась сейчас будет тоже раскрываться и выбираться из своего панциря и вот здесь у нас тоже уже цикада уже готова и много 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 сухих панцирей которые цикады вылуплялись там может быть вчера либо сегодня уже скорее всего вчера вот там еще одна висит видно да вот такая в общем ребят здесь такие процессы рождения происходят да эти цикады еще будут жужжать тут я не знаю ну весь август еще сентябрь и даже в октябре а а сейчас слышали ребят сейчас я да тут к сожалению уже на видео ничего не попадает не видно в общем здесь прямо находится озеро которое мы с вами днем видели и здесь такие обитают лягушки их называют коровами они прям реально мычат а вот смотрите какого я малыша нашел здесь притаилась на заборчике вы слышали это вот про нее я рассказывал это правда звучит прям жутковато так вот будешь гулять тут по берегу не знаю этого а там такое рев какой-то интересно надо будет это посмотреть в интернете что это за лягушка такая корова так ну ладно ребят принципе все что я хотел вам показать показал даже более того даже змею встретили с кузнечиком вот здесь также у много уток еще живет утки все конечно спят рыбы тоже о еще один бонус ребят да еще здесь обитают гекконы в японии очень много гекконов сейчас подождите вот смотрите сидит на дереве притаился но на кого охотишь вот это вообще милые создания как бы тебя разглядеть получше о какой скорости убежал скажет кто это меня-то за хвост схватил так это чем у нас живой а ползешь ну давай помогу тебе бедняжка куда тебе давайте и сюда дальше самое разбирать хорошо все ребята ну что я надеюсь похождения мои были интересны для кого-то может быть даже познавательные все друзья я говорю вам до свидания подписывайтесь на телеграм-канал там немного контент отличается от основного все ну и ожидайте выпуска про общественные телефоны японии я думаю в процессе подготовки к видео я выпущу наверное еще одно видео погуляем там в центре токио на станции щензюку ну и затем выпуск про телефоны уже будет готов все друзья я вам говорю всем до свидания спокойной ночи с вами был урок он всем добра сайонара так вот пока я возвращался сейчас ребят смотрите кого еще обнаружил какой огромный жук здоровый вот только посмотрите на него помните кто помнит в прошлом году я такого жука нашел в бамбуковой роще он тоже был в листве это было днем а сейчас видимо у них активность ночью вы вы знаете его так в руку взял а он такой сильный у него такие прям мышцы так прям хочется вырваться из руки вообще огромный какой блин я его сейчас попытался несколько раз сфотографировать но он такой весь грязный где-то измазался я не знаю в сырой где-то земле сидел там вообще красавец чего же здесь ты гуляешь ночью классный так ну все на этом теперь точно все всем пока друзья я